Ольга Болезина Ольга Болезина Вчера, когда я собирала вот такой рейтинг того, что происходило в 2017 году, я, конечно, удивилась. Но есть события, о которых мы помним. Это выборы губернатора Кировской области, это выборы депутатов городской думы. Елена Ковалева становится главой города Кирова, а Илья Шульгин... Изгнан он был потом. Да, ну это ладно, это же другая грустная история. Вот, начинается масштабный ремонт дорог в нашем регионе. Программа «Безопасные и качественные дороги» стартует. Появляется человек, который отвечает за ремонт дорог, Андрей Менькин, который поразил, конечно, тогда Кировчан своими профессиональными компетенциями. Но мы об этом чуть позже поговорим. Давайте мы, наверное, тогда сейчас уже приступим. По ходу программы я буду такие чуть менее значительные события называть. Мы будем их вспоминать. А с Романом мы все-таки, конечно же, с выборов начнем. И я бы попросила Романа рассказать, нам оценить вот ту ситуацию, в которой мы оказались в 2017 году. Выборы были в сентябре. Выборы губернатора Кировской области были в сентябре. И к этому моменту Игорь Васильев, нынешний губернатор нашего региона, отработал уже более года в качестве исполняющего обязанности. Или более важно отметить, что примерно уже год Никиты Белых, предыдущего губернатора, как силы политической, не было в Кировской области. Вот что здесь важнее, да, и что происходило? Перестройка такая была, насколько я помню. Ну, вообще, с Анной полностью согласен. Вроде бы прошло всего три года, да, 17-й год, но такое ощущение, что это событие гораздо большей давности. Как будто эти события происходили 5, 6, 7 лет назад. Мне даже не верится, когда вот сейчас хронология реально этих событий была озвучена, предложена, что всего три года назад это происходило, в 2017 году. Непосредственно, что касается выборов. Выборы проходили в интересной, конечно, обстановке, атмосфере, когда произошло задержание Никиты Юрьевича Белых. Но я могу точно сказать, я помню и те разговоры, и то состояние, и общественно-политической аудитории, деловой, и, так сказать, массовой аудитории. Мнения разделились тогда 50 на 50. Я бы не сказал, что, условно говоря, все поголовно поддержали арест губернатора и поверили в произошедшее. Вот, наверное, 50 на 50 общество было полярно. На том этапе общество было расколото в отношении этого события, в отношении этого мнения, потому что, конечно, число союзников у Никиты Юрьевича было очень большое. Как ни крути, если я не ошибаюсь, свои вторые выборы он выиграл с результатом больше 70%. Причем абсолютно в свободных, демократичных выборах. То есть разрешалось практически все. Какого-то там, по моей информации, глобального давления на глав районов, на глав администрации не было. Потом это события, потом назначение Игоря Владимировича на должность исполняющего обязанности губернатора и потом выборы. Значит, с чем мы подошли к тем выборам тогда, вспоминая всю эту картинку, фактуру? Кандидат был предложен президентом. Если Никита Юрьевич был предложен Медведевым, если не ошибаюсь, то непосредственно Игорь Владимирович был предложен Путиным. Никто в регионе, наверное, так вот выражусь, не осмелился вписаться в серьезную конкуренцию с Васильевым ни деньгами, ни ресурсами, ни фамилиями. Давайте вспомним список кандидатов на этих выборах. Это непосредственно Игорь Владимирович Васильев, победитель выборов. Это Сергей Павлинович Мамаев, КПРФ. Это Кирилл Игоревич Черкасов, ЛДПР. И Николай Барсуков, отчество, не помню, коммунисты России. Если я не ошибаюсь, вот именно такой был. Да, четверо было участников. Да, такой список. Там было еще двое на начальном этапе, а тут юрист Антон Далгих заявлялся, он снял свою кандидатуру. И Николай Дубравин еще выдвигался, но не прошел муниципальный. Я даже больше скажу, кандидатов было не четыре, а три. Пусть на меня Николай Барсуков не обижается, все прекрасно понимают, что это была техническая кандидатура, направленная на снижение количества голосов избирателей у Мамаева. То есть коммунисты России, это партия-спойлер Единой России, она всегда идет с этими целями. Снизить рейтинг КПРФ, забрать очки у лидеров коммунистов на разных выборных кампаниях. Поэтому тоже к этому можно вернуться. Мамаевский 18%, когда будем к результатам подходить выборов, может добавлять 4% Барсукова. Поэтому так или иначе Мамаев 22% взял. Коммунисты. Коммунисты, да. Ну, у ЛДПР процент был немножко поменьше у кандидата от ЛДПР Кирилла Черкасова. Там было 10 с небольшим процентом. 10 с процентом, да. Явка на выборах, если продолжать эту тему, значит, была очень невысокой. 30 процентов, если я не ошибаюсь, 30 с копейкой. Ну, с хвостиком маленьким, да. Были ряд районов Кировской области, которые проголосовали по явке где-то 47-48 даже, до 50 процентов. Город проголосовал очень плохо. 20-25 процентов Кировские округа дали по явке. И это при всем при том, о чем сейчас до эфира говорили, что в этот год приезжал в Киров и Путин, и Медведев. То есть такие, как бы, ну, федеральные глыбы, да, поддерживающие Васильева, поддерживающие Криатуру. Причем Путин приезжал, насколько я помню, 5 сентября или 4 сентября. Где-то в начале сентября, а выборы были 10-го. Да, и явка, конечно, была, ну, очень маленькая. 30 процентов для сентября с учетом приезда президента. Мне кажется, это большой показатель, там, а, отсутствие политической конкуренции. Вот о чем мы говорим. Четыре кандидата, один технический, двое кампанию практически не вели. Ну, практически не вели. То есть отсутствие политической конкуренции, раскол общества, что большое количество сторонников Никиты Белых не знали, не знали, за кого голосовать фактически. У них не было кандидата на этих выборах. А если общество было расколото на том этапе, то, ну, это как бы логично. Поэтому явка, конечно, была очень низкая. То есть, по сути говоря, губернатора мы избрали с учетом того, что за него проголосовало 64 процента при явке в 30 процентов. То есть, если это перевести там на общее население, Кировская область, если представить, что все бы проголосовали, Игорь Владимирович там набрал бы 20 процентов там голосов. Ну, вот это в реальных голосах 209 тысяч, я смотрю, да. Ну, а голосует у нас, наверное, миллион, да, имеет право голосовать. То есть, это 20 процентов. Ну, пятая часть, да. Пятая часть. То есть, я не говорю, что это плохо. То есть, как бы он, естественно, выборы выиграл с большим отрывом, с огромным результатом. Но если говорить про цифры, а я очень люблю в политике обсуждать именно цифры, то реально за губернатора проголосовало 20 процентов населения Кировской области, имеющего право голосовать. Это показатель чего? То есть, он вот за этот год не смог сторонников там, да, привлечь на свою сторону, что называется, там, не поверили в него. Либо у нас всегда так все время. Или это вообще в целом такая ситуация? Я думаю, это вот там и в первую очередь, это и в целом такая ситуация. Второе, повторюсь, отсутствие политической конкуренции. Люди просто не пришли на выборы. Вот. Потом, значит, что такое выборы в сентябре? Я вот считаю, как бы, и давно про это говорю, что единый день голосования сентябрьский, он неуспешный, он неудачный. Потому что огромное количество людей, которые занимаются так или иначе дачей, да, в это время на даче, выходные. Сентябрь – это месяц сбора там урожая, это месяц сбора грибов. Ну, то есть, как смешно бы это ни звучало, но... Грибы победили. Грибы победили. Это всегда, так это в каждом сентябре. Вот, там, пообщайтесь с рядовыми избирателями в день выборов. Там, вы куда сегодня, на выборы или за рыжиками, да? Рыжики обычно в сентябре. Как бы, конечно, за рыжиками. Какие выборы? Это там следующая составляющая. Потом по поводу явки. Сентябрь – это месяц в том числе бархатного сезона и отпусков. Очень многие люди физически не вернулись в регион или из него уехали. В моем понимании, если мы хотим говорить о более высокой явке и о более легитимных результатах, единый день голосования должен проходить в конце октября, либо в ноябре, когда идет деловой сезон, когда люди все в городе, когда закончился сезон в селах и в районах Кировской области. Тогда мы можем получить более высокую явку. Естественно, не в морозы, не в февраль, не в январь. То есть, возможно, это вот конец октября, начало ноября. Я бы поспорила, я за апрель. Мне кажется, весной у всех воодушевление такое. Возможно, апрель. Да, еще сезон не начался, но уже хорошая теплая погода, весна. То есть, люди все здесь. Возможно, но не сентябрь. Поэтому и сама дата играет на это, что приходит только электорат, который легко мобилизовать административным ресурсом, плюс пенсионеры. Соответственно, в объеме этого электората, как правило, по стране побеждает кандидат от «Единой России» и сама «Единая Россия». А остальные партии в данном случае недополучают результат. Если к результатам возвращаться, вот смотрите, Кирилл Черкасов был в тот момент уже второй раз, участвовал в губернаторских выборах. Он потерял по сравнению с предыдущими выборами 7 тысяч избирателей. То есть, тоже не проценты, если считаем. И у коммуниста Сергея Мамаева тоже меньше, по-моему, на 2 тысячи. То есть, все потеряли, и все перетекло к Васильеву. Но перетекло ли? У Васильева, по-моему, 64% было. 64%. То есть, тут, скорее всего, как раз то, о чем Роман говорит. Видимо, апатия, отсутствие конкуренции, потом еще, может быть, неверие к власти на фоне вот этой истории. Вы знаете, вот пусть на меня не обижаются и Кирилл Игоревич, и Сергей Павлинович. Ну, как бы, они прекрасно понимали, что победит, как бы, губернатор Васильев. Особенно после того, как 5 сентября приехал Путина. Ну, конечно, приезд Путина, да. Ну, как бы, смысл. Я бы тоже... Но партиям лицо терять нельзя, они обязаны кого-то выставить. Ну, конечно, они обязаны идти, как первые лица региональных отделений, как Черкасов, как депутат Государственной Думы. Я прошу прощения, все-таки Путин 5 августа приезжал. Да, но не суть. Вот, ну, все прекрасно, Путин приехал, как бы, вот, Васильев, хорошее отношение с президентом. Смысл тратить и вкладывать в эту избирательную кампанию деньги большие? Зачем? Мобилизовать электорат, там, принципиально эти 2-3% ничего бы не изменили. Но партии бы полностью, как сказать, обнажили свои сундучки, свои казначейства, пришлось бы просить еще деньги на кампании, а зачем, если результат был понятен. То есть, ну, на выборах, условно говоря, когда есть политическая конкуренция, есть хотя бы надежда на победу или на высокий результат, тогда ставки высоки, и можно что-то делать, как бы. Да, здесь все было понятно. Поэтому мне и результат абсолютно понятен. И Сергея Павлиныча, и Кирилла Игоревича. За них проголосовал их базовый электорат. То есть, фактически, это были такие выборы и без выбора, получается? Это были выборы и без выбора. Все было понятно, все было ясно до результатов. Ну, хорошо. В таком случае, может быть, немножечко все-таки мы о кандидатуре, Игоря Васильеву, поговорим. Вот к тому моменту, когда уже были выборы, когда он год здесь проработал. Сумел ли он там, да, приобрести такую деятельную какую-то группу, значительную сторонников? Как он с элитами нашел общий язык? Нашел ли? Что происходит сейчас? Ну, вот тот багаж, который он тогда наработал, как он сейчас там преобразовался? Вот мне кажется, самое главное, что... Я раз про политику говорю не про регионы, не про благо для региона, а с точки зрения его результаты и победы. Самое главное, что ему удалось сделать за год работы в качестве исполняющего обязанности губернатора, он на самом деле со всеми элитами политическими, финансово-промышленными, партийными, так или иначе выстроил нормальные отношения. Не было открытых в этот год конфликтов. Их просто не было. То есть, если мы вспомним годы правления Никиты Юрьевича, помните, мятеж в ЗАГС-собрании, организованный Валерием Васильевичем Крепостновым, угроза импичмента, значит, постоянные заявления там КПРФ и других представителей. Сергей Павлович, у них тоже были постоянные конфликты. С подключением там Генеральной прокуратуры и так далее. Огромное количество там конфликтов с активистами, с общественниками и многое-многое другое. Вот, все-таки... Мне кажется, просто это Никита Юрьевич был человек очень эмоциональный, очень как-то вот живо реагировал. Да, да, да. И это все развиваться начиналось. Я его ни в коем случае не обвиняю, я просто констатирую факты, это было. А когда пришел Игорь Владимирович, ну, как бы немножко понимали все у нас здесь в регионе, его, как это сказать-то, ну, силу и вес против него побоялись пойти. Назначенец Путина, повторюсь. Ну, как бы... Ну, и человек, про которого говорили, что они там, по-моему, в школе где-то, где-то вместе, то ли с ним проходили, то ли учились. Зачем, да, какая мотивация вступать с ним вот на том этапе в противоречии конфронтации. И, как бы, поле заглохло. Почему мы на выборы вышли в абсолютно, как бы, неконкурентное политическое поле. Никто из игроков, ни Уралхим, ни группа самая там влиятельная на то время в регионе кировских крупных финансово-промышленных там, как это сказать-то сейчас олигархов, нельзя слово говорить. Крупнейших кировских предпринимателей, так это назовем. Значит, не Олег Дырианович Валенчук в рамках своих амбиций, своих задач, а не коммунисты со справедливоросами. От справедливой России, ведь, обратите внимание, не было кандидата. Как бы никто не пошел на эти выборы, не рискнул деньгами, ресурсами, связями. Все, в принципе, все поняли. Вот, и поэтому это главное, что удалось сделать, либо не удалось сделать, а это вот как бы бэкграундом прилетело сверху статус Игоря Владимировича. Поэтому вот такой результат на выборах. И такие выборы. И такое ощущение, что последующие три года, что мы тут живем, все так и остается. А вот как бы абсолютно верно, абсолютно верно, все так и остается. Я даже, честно говоря, не знаю, хорошо это или плохо, но общаясь с абсолютно разными людьми в силу работы, из, там, я не знаю, там, из КПРФ, там, из Прилю России, там, из Единой России, там, мы с этими, с этими, с этими. Но все говорят, что вот у нас в политическом смысле тишина. Болото? Я не знаю, какой термин подобрать, но как бы тишина. То есть болото, это когда, ну, условно говоря, там, вязко топит и как бы вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. И пахнет невкусно. И как бы не пахнет невкусно. Мне все-таки кажется, в моем понимании, у нас вот именно такая вот брежневская стагнация сегодня, брежневская стагнация политического поля. И никто не хочет это поле сдетонировать, никто не хочет как бы проявиться, блеснуть. Нет новых лиц, нет задач. Ну, вот такая вот обстановка. Сейчас у нас на связи, насколько я понимаю, Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы и один из кандидатов на пост губернатора Кировской области на выборах 2017 года. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы тут с Романом Данилиным вспоминаем 2017 год в программе очевидцев, вы были одним из кандидатов, мы немножечко уже там о процентах поговорили. Скажите, пожалуйста, с какой целью вышли на эти выборы? Вот тут Роман нам говорит, что в принципе в тот момент все понимали, что тягаться с составленником Владимира Путина бессмысленно. Ну, вы знаете, не соглашусь с этой точкой зрения. Я, например, шел на выборы с совершенно четкой программой, причем эта программа заявлялась уже третий раз в Кировской области. И если посмотреть основные вехи о том, о чем я говорил в призвыборных дебатах и в своих материалах, то можно проследить ту логику, которую сегодня в том числе и коллеги ваши комментируют. То есть первое, это безусловно город Киров, господин Быков и его команда, которые фактически занимались вот то, о чем сказал коллега, абсолютно согласен. Они загоняли нас в болото, они разворовывали бюджет, они разворовывали практически все муниципальные предприятия, точечная застройка, отсутствие соцобъектов, отсутствие градостроительного плана, тот, который сегодня нужен именно для жителей города Кирова. Это такие крупные моменты. Второй момент, это мы говорили о том, что правительство должно быть коллекционное, и оно должно состоять в основном из людей, которые или выросли на вятке, или учились на ней, или работали. И сегодня эти все тезисы, они подтвердились после того, как господин Васильев выиграл выборы. Мы понимаем, что 90% людей, которые им были привезены в первый, скажем так, приезд командировочных, как мы называем, был ДПР, это ситуация, которая сегодня есть в правительстве, они все уехали. И уехали все или в рамках уголовных дел, которые на них возбуждены, или из-за своего просто непрофессионализма и несостоятельности. Потому что невозможно сегодня в российской действительности сформировать вот так быстро управленческую команду хорошего уровня, без понимания территории, без понимания внутренних проблем. То, что сегодня надо людям, то, что сегодня надо муниципалитетам. И, конечно, те противоречия, которые они привезли с собой, а это, извините меня, Краснодарский край, опыт работы, да, и методы, которые там всегда применялись и применяются до сих пор. Это Татарстан совершенно с другим мировоззрением, с другим пониманием того, как работает и исполнительная, и законодательная власть. Результаты налицо. Третий момент, который на тех выборах наиболее остро звучал, и я о нем говорил, говорил не просто так, а работая в Государственной Думе, представляя Кировскую область, на тот момент как раз мы вели активные переговоры с Минтрансом, с Минфином о том, что надо выделять больше средств на дороге. Потому что сегодня доступность и качество кировских дорог она была прям вот на слуху по всей России. Помните цирк Запашного, когда ехал к Киров со своими тиграми и его знаменитые фразы, что куда угодно, только не на вятку. И вот тогда как раз мы занимались тем, чтобы увеличить финансирование кировских дорог, навести порядок в подрядчиках, которые, к сожалению, были очень непрозрачные. И вот во всей этой кампании, я считаю, очень большой плюс, что нам удалось обратить внимание и Васильева, и Федеральный Центр на то, что этой проблемой, этим вопросом надо заниматься. Нам удалось за это время выбить порядка 9 миллиардов рублей дополнительно на эти цели. И я считаю, что это как раз один из успехов ЛДПР, меня лично, потому что на всех площадках и Государственной Думы, и Министерства финансов, и других ведомств я как раз поднимал вопрос о том, что надо финансировать кировские дороги и надо дать возможность нам. Мы находимся в хорошей логистической такой зоне, через нас идут дороги на Перемь, в Коме, и транспортный поток сегодня мы видим, он достаточно неплохой. Вопрос, как это работает на экономику Кирова, вот здесь как раз есть вопросы, потому что четвертый вопрос, который поднимался мною на этих выборах, это было создание рабочих мест в муниципалитетах. Это было в целом концепция развития промышленности Кировской области. И опять же, не просто так говорю об этом вопросе. Я постоянно работаю и в Комитете по экономике и промышленности, и в аграрном комитете, говорю, что потенциал на Вятке есть, он и сегодня сохраняется. Но, к сожалению, бюджет Кировской области все это время делает и финансирует очень много важных, безусловно, направлений, но развитие и создание рабочих мест вообще как таковых в концепции, в бюджете, это понятие отсутствует. Почему? Потому что можно посмотреть статистику, и мы видим, что количество рабочих мест не увеличивается, а количество зарегистрированных юридических лиц с каждым годом у нас сокращается. А что это значит? Это значит, у нас сокращаются рабочие места, налогооблагаемая база, и у нас сокращаются возможности для наших людей найти достойную работу, работу, ну и, соответственно, желание жить и работать в Кировской области. Пятый пункт, и это сегодня опять же показывает, что ЛДПР видит и понимает, что будет происходить в среднесрочной перспективе. Но наверняка коллеги, которые следили за этим вопросом, они это помнят. Это начала делать еще команда белых, сокращение медучилищ, техникумов и ФАПов. И заметьте, только ЛДПР об этом говорила, и мы били, чтобы училища в Иранске, в Советске ни в коем случае не закрывали. Вот, прошло 4 года, и мы сегодня увидим, что нам не хватает специалистов младшего и среднего медперсонала. У нас сегодня появилась вдруг программа ФАПов, и их строят заново. Хотя старые можно было хорошо отремонтировать, отнастить техникой, добавить туда специалистов, и они вполне бы могли функционировать. Кирилл Игоревич, да, простите, хронометраж у нас программы ограничен. Вот смотрите, мы сейчас с вами проследили ситуацию в развитии, а если вернуться туда в 2017 год, мы говорили о том, что была низкая явка на выборы. За Васильева проголосовало всего 209 тысяч избирателей, за вас 32 тысячи, это по сравнению с предыдущими вашими же губернаторскими выборами, на 7 тысяч меньше. Вы как этот результат для себя объясняете? Общая апатия или там потеря симпатии к вашей личности, как вот у вас? Да нет, на самом деле вы забываете еще о двух таких строках, которые, к сожалению, коллеги не учитывают. Когда в ЦИОМ проводил исследование, то на старте кампании Васильеву предполагалось 58%, Сергею Павлинычу 20%, а мне 17%, 16,6%. И если посмотреть количество недействительных бюллетеней, а их почти 8700, то мы с вами вспоминаем любимую, скажем так, историю нашей исполнительной власти, когда они против неугодных кандидатов просто портят бюллетени. То есть у нас почти 9 тысяч испорченных бюллетеней. И я уверен, что больше из них часть это как раз за меня, за представителей ЛДПР. Можно же было за вас проголосовать, но... То есть в ЦИОМ он показал, что у Стартова у нас было 17. И второе, давайте объективно посмотрим на ситуацию. То есть как произошло назначение Игоря Владимировича. Сначала был задержан с поличными бюллетеней, действующий губернатор. И, конечно, сегодня и в 2017 году запрос на борьбу с коррупцией, он высочайший в обществе. Сегодня, я думаю, что даже не беря официальную статистику, более 90% россиян, они хотят, чтобы были проведены вот эти вот коррупционные расследования. И те, кто действительно замарал себя, свои руки в коррупционных преступлениях, были наказаны. А у нас, вы посмотрите, арестовывают белых публично, под камерой. Это было одно из первых задержаний вот таких вот губернатора. И, конечно, когда Игорь Владимирович представлял на эту должность исполняющим обязанности президент, то все посмотрели образование Игоря Владимировича, все посмотрели, где он работал, и у людей возникла надежда. То есть всегда в обществе есть потребование к новым людям, к людям, которые имеют хороший жизненный опыт. Да, я напомню, да, Игорь Владимирович, Кирилл Игоревич, да, мы должны, к сожалению, закругляться потихоньку. Действительно забыли, да, важный момент. Нет, не слово, а потом вы удивляетесь, что так выборы проходят. Дали бы возможность побольше с вами поговорить. Мы бы с вами донеслись до людей. Простите, я думаю, что встретимся в ваш приезд, конечно, в нашей студии. Спасибо большое, да, Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы, один из кандидатов на пост губернатора Кировской области. Рекламе еще нужно дать время, нам нужно на что-то жить. Время бежит вперед неумолимо, так же, как время нашей жизни. Да, мы сегодня вспоминаем 17-й год и добрались сейчас вот до выборов в Городскую Думу, которые тоже проходили 10 сентября в единый день голосования. Значит, по итогам этих выборов, я напомню, главой нашего города стала Елена Ковалева. Но не этих выборов, а выборов на основе этих выборов. Выборов на основе выборов, да, 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 потому что у нас нет прямых выборов главы города. Совершенно верно, депутаты выбрали из своего состава Елену Васильевну. Ну и спустя непродолжительное время главой администрации был назначен Илья Шульгин. Вот об этих двух кандидатурах сейчас мы с Романом Данилиным поговорим, генеральный директор группы компании «Медиа» в нашей студии. Ну, на Елену Васильевну возлагались большие надежды. Во-первых, она финансист, да, а во-вторых, она женщина. Что многие отмечали как плюс большой, да, с точки зрения, ну, там, благоустройства города, отношения к нему, что женщина — это всегда хозяйка. При женщине вот город должен расцвести. При этом я всегда прошу помнить, что из правительства Кировской области её там с новой властью попросили уйти. И там тоже, по-моему, была не очень хорошая история. Как всех. Ну, то есть были какие-то негативные там обоснования вот этого шага, но Елена Васильевна, не знаю, как это назвать. Не потерялась. Да, не потерялась. На нашем политическом небосконе. Давайте вот я попробую очень ёмко в целом, там, Гордумы, что из этого вытекает в 17-м году, там, первое. Не было бы ни Елены Васильевны, ни Шульгина, если бы не победила Единая Россия. Поэтому давайте начнём с цифр. Вот так вот. А как? А в Городской Думе у нас 34 мандата. Значит, на тех выборах 36. Единая Россия принципиально усилила свои позиции. Прошлая Дума была более оппозиционная. И Единая Россия, если я не ошибаюсь, тогда взяли 23 голоса. Значит, Справедливая Россия порядка шести мандатов. Один мандат взял Барсуков. Человек-фракция. Николай Барсуков. Да, человек-фракция. Губернатором не стал хоть депутат. Да, значит, ЛДПР четыре мандата. Значит, и потом я напомню, что когда были до выборы в прошлом году, в 19-м СССР, ещё два мандата взяли. То есть суммарно у СССР, в моём понимании, там 8 депутатов в Городской Думе. Это почти четверть всего состава. Да, ну там одна пятая, одна четвёртая. Но Единая Россия победила как бы с сокрушительным результатом 23 мандата из 34 или 6. Ну то есть полный как бы контроль Думы. Поэтому своего кандидата... Поэтому свой кандидат, поэтому, значит, Ковалёва, кандидатура Елены Васильевны была поддержана на том периоде всеми. За неё были бывшие региональные политические элиты команды Никиты Юрьевича, потому что она работала в этой команде, к ней хорошо относились. Но она профессионал. На профессионал, да, в своей области. Значит, её полностью поддержали крупнейшие кировские бизнесмены в виде и, в моём понимании, и Березина, и Крепостнова, и Гозмана. Здесь противоречий не было. Она устроила как, значит, альтернативная кандидатура в то время Быкову, да, который возглавлял город, и другие политические партии. То есть, в целом, кандидат тогда устроил всех на том этапе. И в том числе, как бы, Игорь Владимирович, да, эту историю поддержал, несмотря на то, что, как Ольга сказала, она на каком-то этапе была из правительства отправлена в отставку. Ну, там все ушли, там, справедливости ради, все ушли. Вот, поэтому, как бы, вот эта креатура, кандидатура, о чём Анна говорит, вот она всех устроила на том периоде. Ну, я, кстати, всё-таки, вот и в текущем моменте скажу, что, да, конечно, Елена Васильевна ни разу за эти три года не была замечена, в отличие от Владимира Быкова, в коррупционных каких-то некрасивых историях. Она старается находить баланс, она старается выступать дипломатом в спорах оппозиции, там, и партии власти. Я не скажу, что что-то бомбическое произошло в городе. Я вообще против, как мы уже общались на какой-то программе, разделения должности главы города и главы администрации. Я считаю, у нас должен быть один мэр, вот главный человек один, и председатель городской думы. И мэр должен избираться. А у нас ситуация, вот к Шульгину подходим, да, вы спросили, отвечает за всё глава администрации, то есть все санкции, все косяки, все штрафы, проверка прокурорская, проверка, значит, других силовых структур. Думский контроль, законодательный контроль, то есть со всех сторон, вот его, извиняюсь за выражение, там, щипали, пинали, значит, контролировали, критиковали. Илью Вячеславовичу. Конечно, Шульгина. И как в такой ситуации ему работать, да, ну как, не только ему, вообще любому человеку, потому что вроде как права у городской думы и у других структур, а ответственность у главы администрации. И как в этой ситуации быть эффективным мэром, я не знаю. Сейчас поставили Осипова, новый глава администрации, опять же, там, с третьей попытки его протащили, но я вообще не слышу, не вижу в информационном поле, к сожалению. Мало его. В сравнении с Ильей Вячеславовичем особенно мало. К сожалению, вот, нового главы администрации я не вижу. Мне бы хотелось его видеть. А еще больше бы мне хотелось, чтобы, повторюсь, у города был один глава, один хозяин, который бы за все отвечал. Одна глава. Одна глава, да. Я прошу прощения у Романа Данилина, у нас остается три минуты до конца эфира, и я все-таки, давайте, несколько событий хотя бы из 17-го года еще назову, помимо выборов, да. Что у нас было? Ну, конечно, про дороги мы сказали. Был скандал с установкой памятника Дзержинскому во дворце клуба ветеранов. Нам продавили. Активисты, да, достаточно активно выступали против. Была история с рухнувшим спорткомплексом на улице Воровского. Прекратил свое существование как профессиональная команда футбольный клуб «Динамо». Ушел в третий дивизион. Да, и родина перестала финансироваться из бюджета. Тогда тоже активно обсуждали и сказали, что не можем, не должны. А в других регионах продолжается эта история. Да, появились вертолеты для оказания медпомощи. Вот эта программа наша, которая сейчас у нас летает над головами по ночам. А еще про вертолеты к вату территорию передали Кировской области. До сих пор не знаем, что там делать. До сих пор непонятно, что с ней будет. Прошел первый международный фестиваль «Шляп» в Вятских Полянах. Это такая хорошая история. Она любит шляпы в каждой программе про них. Режиссером Кировского театра «Кукол» стал француз Ролан Банин. Было такое дело в нашей истории. Вот продержался. Да, проработал. Уже хорошо. И, к сожалению, большому случилось еще одно очень трагичное событие. Наверное, слушатели наши уже слышали, да, и знают про это, потому что вспоминали мы неоднократно Илью Рычкова, основателя, сооснователя группы компании «Инмедиа». Именно в семнадцатом году Илья ушел из жизни. Это был август, насколько я помню. Да, это был август, и это была такая, ну, очень трагическая, неожиданная новость. И я помню, что когда с Ильей прощались уже в сентябре, восьмого числа, очень большое количество людей я обзвонила накануне, людей, которые знали Илью в разных там совершенно его ипостасях, да, и люди говорили о нем разные, но всегда хорошие. И одна, естественно, была фраза, которую повторяли все. Это случилось очень рано. Он очень много не успел. У нас есть минута на то, чтобы вот... Да, это ужасное, страшное событие, которое произошло в 2017 году. Новость, конечно, была как гром среди ясного неба. Мы разговаривали с Ильей до его выезда. Значит, в Италию много обсудили темы, много было планов. Ну, ни для кого не секрет, мы были очень хорошими друзьями, не просто партнерами, не просто бизнесом занимались. И нас связывали очень хорошие, добрые, дружеские, партнерские отношения. Планов было громадье. Мы, когда он был в Италии, мы с ним и переписывались, и созванивались. Он мне рассказывал про новинки из коллекции вин, которые они с Леной, с супругой, значит, по вечерам пробуют. Он мне рассказывал про шикарную погоду в тот год, которая была в Италии. Про бассейн, который был рядом с их домом. И совершенно неожиданно, я тогда сидел в кабинете, это был поздний вечер, заходит Света Занько и говорит, что по ее информации Илья при смерти. И на следующий день его не стало. Ужасное событие. Ему в воскресенье исполнилось бы 50 лет. В моем понимании... 18 октября. В моем понимании, этот человек по мудрости, жизненному опыту, ему все 70 и 80, а по его энергии, харизме, креативному, молодому ему не больше 20. И несмотря на то, что физически этот человек ушел, он всегда с нами и в моем сердце, и в сердце огромного количества людей, кто Илью знал, кто с Ильей работал, кому Илья помогал, с кем он выступал на концертах, с кем он проводил свободное время. И для друзей, и для семьи, и для нас, и для Инмедиа, и для многих журналистов. Это легендарная личность, которой никогда не было на Вятке и, наверное, не будет. Я очень скучаю по Илье, на самом деле его не хватает. Вот, самая светлая память об этом человеке. Вот таким был 17-й год. Роман Данилин, генеральный директор группы компании Инмедиа. Светлая память Илье Ручкову. Да, мы программу «Очевидцы» на этом заканчиваем. Всем до свидания. Светлая память Илья Ручкова.